На готовом изделии не должно быть случайных слов. Все фразы, предложения так или иначе знакомы их чтецу, точнее носителю будущего свитшота. Например, из такого, что довольно многие татары знают, то есть такие фразы, которые находят отклик в татарской душе. Алья и Айзат Менгазовы – брат с сестрой. Молодые мусульмане в 2019 году изготовили первый свой свитшот – такой трикотажный свитер свободного кроя. Сейчас подобная одежда очень популярна, а Менгазовы внесли в него свою изюминку – полностью украсили текстовой вышивкой на латинице. Пришла мысль, получается, сделать такой полностью вышитый свитшот, и здесь более 180 слов вышито суммарно. Это было три недели, каждый день по 12 часов. Это было прямо долго, и это была большая работа, потому что это сделано не только там спереди, но и на обоих рукавах, и вот здесь вот сзади на спине. То есть это все, полностью весь свитшот, он вышитый. Поэтому такое изделие не из дешевых. Ребята изготавливают его только на заказ. Свитшот пользуется спросом прежде всего у патриотов родной культуры. Теперь людей в такой одежде можно увидеть не только в Татарстане и в городах России, но и в Турции, в Казахстане, например. В условиях глобализации соотечественники желают сохранить свою идентичность. Сегодня мы видим высокопопулярность английского языка, и это получается у нас латиница. И здесь есть такой момент, когда мы идем по улице, и человек видит надпись на латинице, он думает, что это английский язык, и начинает читать это. И читает, он понимает, что это не английский язык, а вообще татарский язык, и у него такой диссонанс в голове происходит, и он начинает спрашивать вообще, что это такое, откуда ты появилась. И здесь мы ему рассказываем про татарский язык, про историю татарского языка, культуру и так далее. Брат с сестрой не просто увлеченные творческие люди, летающие в облаках и мечтающие о чем-то светлом и далеком. Они вполне серьезные ребята, которые своим делом пополняют и казну страны. В прошлом году зарегистрировались как самозанятые, теперь, работая на себя, платят налоги. Тогда Алия была еще ученицей 10 класса. Юная мастерица не испугалась ответственности. Для нас это, наверное, больше как новый опыт, потому что, когда мы ведем свой проект, ведем свою деятельность, мы делаем это в открытую, и как правомерные мусульмане мы не можем не платить налоги и вести там какие-то схемы, поэтому мы отчитываемся по тому, что мы делаем, и к каждому клиенту относимся хорошо. Алия руководит семейным проектом, а ее брат, как соавтор, всячески помогает. Айзат Менгазов достаточно известная личность, особенно в творческих кругах. Он 11 лет занимается арабской каллиграфией. Его работы выставляются на крупных выставках. Сейчас он студент старейшего университета Мармара в Турции. Айзат уверен, что их проект сможет стать ключом в сердца современной молодежи, которая считает, что родной язык – это не актуально и не модно. А когда болеешь душой и желаешь окружающим добра, то дело спорится. Мы с самого детства росли в исламе. Для нас это естественно. У нас и ислам, и татарская культура для нас – это наш базис изначальный, который мы с самого детства получили, на котором мы выросли. Поэтому всегда все это культура для Аллах. Наталья Шагеева, Лисера Зариф, Эдгар Шаги Ахметов, канал «Алиф» Татарстан. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам. Ньюс собачка Алиф.тв Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok